Всем привет, друзья, с вами Банни. И продолжаю проходить Ведьмака, и в сегодняшнюю серию посвятим кладбищу, наверное, потому что мы в прошлое получили возможность на него зайти. Давайте попробуем посмотреть, что там. Сейчас как раз тёмное время суток, уже почти полночь. Давайте сохранимся перед ним, хотя я думаю игра сама это сделает при входе. И окунемся в загробную жизнь. У нас на нём есть, на кладбище, я имею ввиду, квест, связанный с убийством призрака одной из женщин. Так. Вот оно у нас кладбище. Вот оно у нас кладбище. Судя по всему, довольно большое. Ладно. Понеслась. Есть ли смысл пить эликсир кошку, потому что что-то херовасенько вижу всё. А, давайте разберёмся с гулем, а там как пойдёт. Гуль здесь, видимо, охранник. Так, несколько вот что ли, да. Тогда командный стиль, обрушение одного и убийство другого. Хорошо. Так, соберём с них останки. Раз уж им довелось на меня нарваться. Так, давайте, наверное, всё-таки эликсир выпьем, потому что я что-то так плохо всё вижу. И чё, где результат? О, другое дело. Согласитесь? Так, давайте пойдём против часовой. Почему-то у меня такое желание, не знаю почему. Вообще, мне нравится эта функция, которая подсвечивает мне важные предметы. Очень удобно. Без неё было бы довольно тяжело высмотреть предметы, которые необходимы. Пускай кто-то скажет, что это своего рода такая читерская функция. Я с ним отчасти соглашусь, но именно так неудобно играть. Собираем, потому что для алхимии пригодится. Сундук. Так, а это чё такое за лужа? Так, кольцо с сапфиром. Продать можно, да? Ладно. Не зря забежали. Ой-ой-ой, кто такой? Кутопцы, плавны. Ну вы, ребята, мне уже, по большому счёту, опасности не представляете. Так, чё у вас там? Языки. Алхимия. Ну давайте соберём. Потому что я в кое-то веке к концу игрушу, ну не к концу, наверное, к середине разобрался с алхимией более-менее. Хотя могу сказать, что большинство из них мне вообще не пригождаются. Но это, видимо, связано с тем, что я играю на среднем уровне сложности, на высоком. Так, я думаю, ценность зелий возрастает в разы. Так. Поворотов, купеческий квартал. Не, не пустит меня. Так. Мне показалось, если кто-то на меня хотел наехать. Так, здесь только зелье. Зелье, вот это какое-то интересное сооружение. Церковь, видимо, здесь была, да? При кладбище. Ладно, рельеф. Я второй уже такой встречаю. Не знаю, зачем он нужен. Наверное, что-то положить можно. Первый был в канализации. Ну ладно, пошли дальше смотреть. Оттуда сбегаем, потому что я именно оттуда прибежал. Здесь такая музыка играет, загробная. Не сказать, что страшно, она такая напрягается. Создаёт атмосферу. Дружище, чё ты один-то бегаешь здесь. Без карифанов своих. Так, ладно, судя по всему, в этом краю, кладбище, ничего найти мы не можем. Поэтому пошли, я там видел надпись «труп». А, вход в склеп, ещё что-то склеп. Чей труп? Опа. Вижу вас несколько. Чё-то какие-то мощные ребята попались. Там вон ещё гуль возродился, да? Тут повешенный кто-то. Весёлое такое кладбище, да? На родительский день уже не сходишь. Себе дороже. Так, труп, 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 труп. Чувачок, ты кто? Белые розы. Белые розы. Ладно. Наверное, пригодятся какой-нибудь девчонке. Девчонки задарим Шаней. Я так понимаю, Шаней можно, выражаясь пацанским языком, развести на интим. Поэтому, я думаю, это ещё всё впереди. Пока у нас с ней задание «вскрыть труп». А такие задания, не знаете ли, объединяют. И сказать, что это особо романтичное занятие, но... Так, пошли в склеп. Не знаю, что в этом склепе есть. У меня вроде никаких заданий в склепе связанных не было. Так, у меня окошко действует, я правильно понимаю? Да, окошко действует. Всё, понеслась. Я был почти... Да, по-моему, в точно таком же склепе в окрестностях вы зимы. Держи, ещё ты умер быстро. Но ты умер героем. Сушёные фрукты, ладно. Да, ну всё, они мне мешать будут теперь постоянно. Хоть бы объединились в группе. Так, здесь стена, я явно можно поломать. Чё по карте? Право, налево, прямо. Давайте по порядку. Там какой-то алтарь, он, грайвер. Ладно, сходим сначала сюда. Ты кто такой? Денежки хранишь. Так, что-то здесь трупов очень много, видимо. Весьма-весьма недружелюбный скрип. Но раз здесь много народу, значит, здесь, наверное, какие-то сокровища несметные валяются. Так, факел нам не нужен. Ленишка возьмём. Ещё один. Гули-гуль. Хорошо. Так, трупа я с него что-нибудь подбирал. Чё-то здесь очень много трупов. И очень много ответвлений. Ещё налево можно пойти, или я по-моему не знаю. Вот это куда вход? Да. Ладно, давайте сначала сюда сходим. Страшненькие вы все какие. Так, вот он склеп. Здесь тупик. Скелет. Как до него достать? Ага, вижу. Я думал, который на верхней полке. Сундук. Так, как попасть? А, ты побежишь через большую дорогу? Это, видимо, сюда, если пойти. Ладно. Так, здесь ничего интересного, да? Но это... Отгуль. Эту стену я не поменяю. Не разрушу, вернее. Мне кажется, что я не разрушу её, да? Да, конечно, нет. Ладно, пошли тогда в другие места. Так, это труп я изучал. Что у нас тут интересного? Тут что-то вообще пусто. Камень точильный возьмём. В принципе, и всё. Да. Значит, пойдёмте в другие ответления. Так, пришёл я оттуда, да? Давайте сюда пойдём. Ой-ой-ой. Шо ж так пугать-то? Хорошо, станки заберём. На обратном пути. Отключаем. Сохранимся от греха подальше. Так, пока не могу, да, сохраниться? Нет, могу. Так. Какой-то здоровый, здоровая зала. Меня напрягают такие локации большие сюда. Ожидаешь, что какая-нибудь большая-большая тварюга на тебя вылезет. Неизвестный эликсир. Ну, выпьем. Чё, беда какая? Выпить-то не проблема. Было бы с кем. Так, саркофаг. Большой причём. О, руна! Отлично. Рунный камень или руна? Временно наполняет много силой магии. Ну, берём в любом случае. Так, красный метеорит. Отлично. У меня осталось найти ещё одну руну, чтобы повесить её на мою серебряную меч. Секира. Давайте возьмём, продадим. Может, дорого стоит какая-нибудь редкая. Раз место под неё отдельное есть. Так, ладно. Всё ли мы здесь обыскали? Так, дружище, ты чё, застрял? Там чьи-то у нас танки валяются. А, я кругаля дал, что ли? Да, кругаля сделал. Давайте дальше продвигаться. Этот сундук я обыскал. Да. Отлично. Вот этот сундук и маячил. Всё, берём. Так. Ох. Чё, я твоё забрал вещи? Извини, бродюнь. Что плохо лежит, то уже не твоё. Ладно, отсюда вываливаемся. Ну и осталось у нас для осмотра вот это... зал за труп Реймонда. Какого хрена, я вот недавно с ним разговаривал, как он здесь вообще оказался. Ну-ка, давайте разбираться. Чё это они там Реймонда замочили? Причём его доедают. Так. Силовой, ой, групповой стиль берём. Так. А ты кто такой вообще? А. Всё, понял. Понял, 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 понял. Э! Э-э-э-э! Братюня, так нечестно, а! С твоей читерской функцией. Мне кажется, ему нужен стиль. Силь. Быстрый. Так, ты не оглушаешься, да? Ладно. Так, силовой стиль против него не канает. Ну-ка, блядь. Ещё и орёт что-то там сам себе. Да, ему нужен силовой стиль. Я просто помню, что недалеко от лечебницы я с ним расправился вообще очень быстро. Тут что-то я маленько замешивался. Так. Собираем теперь трофей. К трупу Реймонда подойдём в последнюю очередь, потому что у меня что-то мысли путаются. Я вроде вот же недавно в одной из прошлых серий с ним общался. О, хрен он уже здесь лежит мёртвый. Так, всё. Больше ничего не осталось. Да. Ну да, Вайрэмон, как ты тут вообще оказался-то? Я попытаюсь брифовать и заманить сыщика в ловушку. А, у меня места нету, что ли? Так, формула зелья я читал. Хорошо, что я... Нужно рассказать могиле доказательств его невиновности. Нужно рассказать Тайлеру доказательств его невиновности. А с чего ты сделал вывод, что я невиновен? Так, надо залазить в дневник, это однозначно. Так, для начала, что мы можем выбросить? Такого, что нам вообще особо не нужно. Вот это я помню... Я должен сказать могильщику о своей находке и вернуть ему ключ. Короче, я много чего должен. Давайте в эту ерунду съедим и здоровье заодно поднимем. Так, вот я вам скажу, что события развернулись для меня очень и очень неведомым образом. Так, давайте теперь смотреть, что у нас в дневнике. Я знаю, что Азар выдает себя за Реймонда. У меня есть доказательства. Тем не менее, не провести ли вскрытие. Не для того, чтобы узнать личность убийцы, а чтобы выяснить его методы. Вскрытие покажет, с какими методами пользовался Азар. А с чего ты взял, что тот Реймонд это Азар? Он типа превратился в него, что ли? Ну-ка. Вещественные доказательства указывают на невиновность Калькштейна. Нужно поговорить с ним. Я получил доказательства о невиновности могилы. Нужно поговорить с ним. То же самое с Тайлером. Нет нужды производить скрытие. Я знаю, что это Азар Евет. Выдает себя за Реймонда. Я схожу к нему, притворюсь, что скрытие ничего не показало, и посмотрю, что будет. Ладно. У меня есть неопровержимые доказательства того, что Азар Евет выдает себя за Реймонда. Это, безусловно, очень опасная информация. Надо быть реалистом, вступить в конфронтацию с Азаром. На его условиях это означает быстро умереть. Я не должен прямо вступать в конфронтацию с Азаром. Надо попросить поддержки у кого-нибудь из несправедливо обвиненных. Так, а по персонажам. Азар Евет. Я выяснил, что Азар Евет обладает заметными политическими амбициями. Это старый человек, который я ищу, пристрастился к фиштеху. Он принимает огромную дозу наркотика. Притом самого чистого. Это мы знали. Невиновность капитана городского стража доказана. Это мы тоже знали. Ну, понятно. Все указывают на то, что Вин планирует боевую операцию на болотах. Он создал треновочную базу. Кстати, я же ушел с болота. Прошлую серию закончил на том, что у нас стоял вопрос о том, кому примкнуть, к ордену или к эльфам. Мне сказали, что, конечно, спасибо им за это. Я не очень это люблю, но в любом случае, когда уже прочитал, уже не забудешь, что у игры три концовки. И зависят они от того, с какой сторон я примкну. И я решил, что уже зная эту информацию, что я буду придерживаться нейтралитета. И я объясню почему. Не потому, что я думаю, что будет хорошая концовка или плохая. Концовки я, к счастью, не знаю. Спасибо тому человеку, что он не написал их. Просто хотя бы за эту информацию уже спасибо. Но на будущее, все, кто смотрит мое прихожение, пожалуйста, не спойлерите ни в комментариях, ни в личке, нигде. Я очень не люблю, когда я знаю, что будет происходить. Это для меня просто смерти подобно. Поэтому я решил, что я буду придерживаться нейтралитета. А скажу почему. Расскажу это, убивая призрака, потому что это будет выполнен еще один квест. Скажу почему. Потому что все-таки ролевая игра подразумевает вживание персонажа, которым ты играешь. И я считаю, что ведьмак в этой ситуации придерживался бы нейтралитета. Потому что его волнует чудовище и все, что связано с ведьмящими делами. Так, вдовой получит свое вознаграждение. Вдова здесь будет, по-моему, в полдень, она сказала. И все-таки ведьмак поступил бы, я так думаю, именно так. Он не стал бы примыкать к ордену или к эльфам и заниматься какими-то политическими делами. Он все-таки ведьмак. И его волнует только чудище спокойствия людей и своего ордена. Поэтому будем держаться нейтралитета, где это возможно. И не буду примыкать ни к ордену, ни к эльфам. Я так понял, что это заключается в том, что я просто тупо не буду выполнять квест ни за орден, ни за эльфов. Ну, я так думаю, по крайней мере. Могу ошибаться. Если эти квесты будут висеть, тогда уже будем задумываться об этом. Так, мне нужно поговорить с могильщиком. Для этого мне нужно, чтобы был день. И дальше у нас, получается, очень большие возможности открываются. По сюжету. Давайте, раз уж сейчас еще не день, то сбегаем и расскажем. Всем об их невиновности. Так, для начала калькштейну давайте забежим. Он где-то здесь недалеко должен быть. Тайлер тоже здесь недалеко, а тоже забежим. Потом, наверное, сядем на костер. Жопой. Геральта. Я имею в виду. Просто немножко помедитируем. По-моему, у меня есть еще нераспределенные очки умений. Немножко по-алхимичим и... Уже будем дальше по заданию двигаться. Хотя он мне говорит о том, что выполнение квеста «Вскрытие» не является необходимой частью продвижения по сюжету. Но мы все равно это выполним. Мне это интересно, просто что-то можно сделать. Так. Расскажем им правду. Я знаю, что на самом деле за саламандрами стоит Реймонд. Ты уверен? Да, у меня есть неоспоримые доказательства. Азар убил Реймонда и выдает себя за него при помощи иллюзий. Ты каков мошенник? И что ты собираешься предпринять? Лучше тебе не знать об этом. Будь осторожен. Он очень силен. Его надо отрезать от источника своей силы. Стихия огня. Замани его в место с нестабильной магической аурой. Хорошо бы, чтобы это место было окружено водой. Противоположной стихии. Башня на болоте. Идеально. Там ты сможешь победить. Хорошо. Так, торговать мне с тобой смысла нету. Пока. Так, все-таки, значит, башня... Необходимый квест, потому что, когда мы его активируем, наверное, там и будет происходить сражение с Евером. Но это, опять же, я пытаюсь события... Предугадать. Так, где у нас живет Тайлер? Тайлер живет, по-моему, недалеко от лечебницы. Где-то сзади ее. Недалеко от городской стражи. Прав ли я или нет? Да. Память еще работает. Я вот что-то сейчас бегу, а сам думаю. А может, я зря им рассказываю? Может, это как-то повлияет, что один из них... Все-таки с ним связан, и они расскажут ей, ведут. Ну ладно, поживем, увидим. Ну, так что, будем рожи корчить или у тебя чертово дело? Ну, то же самое. Я выяснил, кто такой Евет. Хочешь послушать? Да говори ты уже! Евет использует личину, чтобы замаскироваться под Реймонда. Сам детектив мертв. Евет пытался навязать мне свои планы. Он хотел, чтобы я стал подозревать Винсента, могилу и Калькштейна. Даже не знаю, что сказать, ядрёный вошь. Еще чуть-чуть, и он нас всех поимел бы. И как ты собираешься прикончить этого сукина сына? Мне нужно как-то его ослабить. Но я пока не знаю, как именно. Поговори с людьми, на которых он тебя натравил. Один из них должен знать способ. Так, ладно. Бухать с тобой я бухал уже, смысла никакого. Так, что тебе продать, может? Давайте продам. Я сомневаюсь, что кто-то купит у меня это дороже. Так, все, выходим. С одним из людей. С могилы остался у нас. Талер. Могилу можно искать под Курдалдом Мишкой. А под Курдалдом Мишкой у нас... Может, Винсент Рус? А, Винсент-то мы не застанем сейчас. Так, под Курдалдом Мишка у нас здесь тоже относительно недалеко. Здесь, в принципе, все относительно недалеко. Так, кстати, можно забежать сделать скрытие, но я не прочитал никакие книжки. Я не знаю, повлияет ли это. Давайте все-таки скрытие произведем уже после того, как купим книжки. Почитаем их. Так, это что такое? А, Женек. Так, где можно найти могилу? В таверне, по идее. Так, где у нас могила-то здесь? Кирпич, где могила? Ладно, его надо где-то искать. Так, давайте тогда... Разожжем... Кстати, костер же, по-моему, можно разжечь вот так. Хе-хе, сжег всю компашку. Так, у нас получены новые таланты. Давайте их распределять. Ага, даже один серебряный и три бронзовых. Зарядка во время кулачного боя. Да и кулачный бой у меня, в принципе, и так неплохо проходит. Так. Стальной меч, силовой стиль. До третьего уровня. Или всё-таки серебряный прокачивать. Потому что чаще дерёшься с чудиками. Юдиками. А арт тоже можно прокачать до третьего. Я часто его использую. Интеллект. Мощность знаков плюс 20. Энергия, сопротивление к глушению. Так. Иммунитет слепоте. Меня никто не ослеплял вроде. Ограничение действия распламенения. Но это, наверное, мне больше в будущем пригодится. Сейчас пока меня никто такими вещами особо не напрягает. До четвёртого нельзя прокачать? Ладно, давайте прокачаем тогда бронзовыми талантами. Групповой стиль. Я имею в виду бронзовая таланта с серебряными. Прокачаем. Групповой стиль стального меча. Хорошо. Так, по алхимии что у нас? Так, кошку я одну использовал. Сколько у меня кошек? У меня вообще нет. Нет одна яйца, да? Давайте кошку замутим. Масло от энсектоидов. Повышает пружинность семи насекомым подобным. Масло от падальщиков. Масло от призраков. Давайте. Могу я его сделать? У меня места нет. Места нету, да? Так. Зелье Петри. Увеличивает силу знаков. Мощь голема. Купить улучшение интеллекта. Восход луны. Делаем. Серебряница. Смазка для серебряного меча. Увеличивает повреждения. Снижает эффективность стального. Интересно. Смазываю серебряное, а остальное снижает. Яд повешенного. Смазка для клинка. Отравляет раненого противника. Блин, сколько всего. Ладно, пока не буду это все делать. Надо освободить место. В инвентаре. Давайте медитируем. Забежим к трактирщику, сбросим все. Блин, надо было медитировать подольше. Что-то я тупанул. Я же хотел дня дождаться. Так. Давайте до полудня. Потому что женщине на кладбище квест надо ждать. В полдень. Хорошо. Так. Сейчас бегем к трактирщику. Все ему сбрасываем. Ну, всякую еду, ерунду, которую мало применения я нахожу. Так. Свиток мы сейчас продадим. Я книжки пойду покупать. Давайте алкоголь. Так. Водка. Вот это все скидываем. Камни скидываем. Мне не нафиг не нужны. Так, 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 так. Зелья какие-то надо будет еще выпить. Мощь голема. Цветочек оставим. Да, в принципе, хватит пока места. Это все я сейчас буду использовать. Так, слабо алкогольное, а это слабо алкогольное. Да, давайте это освободим. Ладно, это пока все оставим. Я потом между сериями попробую всякие масла наделать. Более предметные уже. Более внимательные отношения к этому. Так, могила сюда не пришел. Ты знаешь, где могила? Все, пока я с ним уже бухал, смысла не было. Результата никакого. Так. Все, бегем напрямую к могильщику. Во-первых, мне нужно отдать ему ключи от склепа, как я понял. Во-вторых, сдадим квест, связанный с убийством призрака. Ну и, может, что-то новое выясним. Да, события так повернулись на 360 градусов. У меня обвисела куча квестов, все подозреваемые. Тут бах, находишь просто тело своего напарника и понимаешь, что до этого это все было фикцией. Вот они как раз два человека, которые мне нужны. Ты приходишь сюда каждый день, но я не видел твоего мужа. Может быть, он и сличился. Надеюсь, я не знаю, что мне делать. Просто прекращай переживать. Если бы это было так просто. Так, квест забирай. Говори тише. Я не хочу, чтобы нас видели вместе. Я разобрался с твоим мужем. А у тебя есть доказательства? Откуда мне знать, что ты говоришь правду? Доказательства? Какие доказательства? Ты ничего не говорила о доказательствах. Плати золото. Ты хочешь лишить беды вдову последних грошей? Тише, тише. Разве ты не боишься, что тебя увидят в компании ведьмака? Будь ты проклят. Забирай свое золото и проваливай. Вот ты какая сетерва. Так, теперь могильщик. Что? Вот твой ключ. Узнал что-нибудь? В склепе лежит тело Реймонда. Но как же так? Я с ним совсем недавно разговаривал. Теперь я уверен. Предводитель Саламандр. Маг-иллюзионист. Притворяется, что он Реймонд. Отлично. Ну хорошо, давайте я смотрю, серия уже подзатягивается. Ее закончим. Следующий продолжим расследование. Найдем могилу. Выясним, где он. Ну и пойдем общаться уже с самим Реймондом-Азаром. И выяснять, что же мы можем предпринять для его устранения. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok